Окей, друзья, теперь давайте смотреть наш следующий урок, следующий шаг, без которого многие фокусы не сделать. Это такой очень полезный приемчик, который называется пробежка. Выглядит он следующим образом. Я во время тасовки карт слистываю по одной карте. Надо мне, перехожу опять тасование пачками. Надо, снова перехожу на пробежку. То есть, еще раз, тасую пачками, когда мне надо, перехожу на тасовку по одной карте. Когда надо, снова возвращаюсь к тасовке пачками. Еще раз, тасую пачками, когда мне надо, начинаю отлистывать по одной карте, это называется пробежка. Когда надо, снова перехожу на тасовку пачками. Вот такой вот простой прием, для чего он нужен. К примеру, вы хотите сделать пикового туза шестой картой, к примеру, сверху. Вы используете этот прием и натосовываете на пикового туза пять карт. То есть, берем, раз, два, три, четыре, пять. Сбросили. То есть, раз, два, три, четыре, пять. И шестая карта, наш пиковый туз. Вот такие вот приемчики можно исполнять, используя прием пробежка. Теперь давайте перейдем, посмотрим поподробнее, как его делать. Ну окей, друзья, пробежка выполняется очень просто. То есть, колода также захватывается нами в руки для классического тасования. Я беру половину колоды и начинаю пролистывать по одной карте. То есть, большим пальцем я начинаю забирать по одной. Могу ускориться. Могу замедлиться, когда мне это надо, но я беру все время по одной. Это и есть пробежка. То есть, я могу начать тасовать пачками, скидывать. Когда мне это необходимо, перейти на пробежку. Потом снова перейти на пачки. И так далее. К примеру, давайте возьмем, сделаем нашего полюбившегося уже нам пикового туза. Ну каким? Ну давайте сделаем его опять там пятым. Пятым сверху. То есть, туз пик лежит наверху. Я беру и на него натосовываю четыре карты. Раз, два, три, четыре. Эти карты бросаю вниз. И туз пик у нас становится пятой картой. Вот такие вот несложные приемы можно исполнять, используя прием пробежка. То есть, еще разочек. Взяли. По одной карте пролистали. Когда надо, перешли на пачки. Когда надо, снова перешли на пробежку. Когда надо, опять на пачки. Когда надо, снова на пробежку. То есть, когда мы, например, контролируем, к примеру, верхнюю карту, да, помним, мы уносим ее вниз, на нее натосовываем, и потом мы выводим ее наверх. То есть, во время вот этого контроля, если, к примеру, у вас с чувствительностью вот этих карт пока что не очень, то оставшиеся карты вы можете просто тасовать пробежкой, и эта последняя карта сама останется и упадет наверх. Вот такой вот прием, друзья, обязательно его изучите. Ну, а я вас буду ждать в следующем уроке.